Приветствую всех на сайте нашего сервиса. В данном видеоуроке я покажу вам, как настроить наше решение на VDS, либо VPS, либо сервере. Имея только доступ к консоли, мы установим сюда Vesta панель, мы загрузим сюда наш файл и покажу, как работать с локальными white page. Итак, после того, как вы заказали сервер, вам будет выдан его IP-адрес. IP-адрес нашего сервера вот такой, подключимся к нему. Вы можете использовать любой SSH-клиент. Я использую XShell, просто потому что мне так удобнее. Можно подключаться по ключу, можно через логин пароль. Вот это наш сервер. Перейдем в раздел Install и выберем здесь, что нам необходимо. Можно использовать по умолчанию. Я же не собираюсь почтовые сервера подумать использовать базы данных, поэтому это мы уберем. У вас должен быть предварительно куплен домен. Тестовый домен у нас такой. E-mail давайте укажем произвольный и пароль 3, 4, 5, 6. После этого нам нужен будет вот этот код, но предварительно нужно будет скачать установочный скрипт. Скопируем его, перейдем в нашу консольку. Все, скрипт скачен. Возвращаемся сюда и копируем данный код. Вставляем его сюда. Так как у нас Debian, то Vesta говорит, что нужно использовать ключ force. Давайте сделаем то же самое. Как мы видим здесь используется VST install sh. Здесь говорит VST install Debian sh. Так что давайте добавим сюда Debian и добавим ключ force. Нажимаем Enter. Это панель установки Vesta. Нажимаем согласны и теперь нам придется подождать некоторое время пока Vesta установится на наш сервер. Итак Vesta установилась. Здесь у нас данные для доступа. Скопируем их и давайте откроем панель. Введем здесь указанные нами данные. Нажимаем Login. Здесь у нас привязан один домен. Давайте проверим его. Как мы видим здесь стандартная заглушка Vesta. Для подключения к Vesta я буду использовать vncp для того чтобы заливать файлы. Нажимаем Войти. Окей. Мы подключились. По умолчанию файлы вашего домена лежат в папке home admin web имя домена public. Если открыть данный файл мы видим здесь то содержимое. Например давайте здесь напишем 1 2 3 1 2 3 и обновим. Как мы видим данные обновились. Теперь давайте сгенерируем файл нашего скрипта. Зайдем в Download.php. В качестве вайта укажем главную страницу Яндекса. В качестве offer page укажем данную страницу. Гео выберем ru. Скорочать. Сохранить. Приходим в наш файловый менеджер. Удаляем здесь эти файлы. Они нам не нужны. И закидываем наш файлик. Сразу его откроем в редакторе. И обновим нашу страничку. Как видим здесь открывается страница дебага. Можем проверить наш white page. Можем проверить наш offer page. Все открывается. Давайте приведем клак в боевой режим. Введем off вместо on. И обновим страницу. Мы заходим с ru.geo. Поэтому у нас наш offer page. Давайте для примера укажем здесь другое гео. Обновим страницу. И как мы видим здесь открылся Яндекс. В общем-то настройка завершена. Если вы используете внешний white page и offer page, то на этом все. Но мы с вами хотим загрузить сюда локальный white. Поэтому давайте загрузим предварительно скачанный zip архив. Он загрузился. Нам нужно его распаковать. Для этого перейдем обратно в консольку. И здесь запустим midnight commander. Команда mc. Перейдем в ту же папку. Home, admin, web, public.html, архив. И в соседней вкладке тоже откроем папку нашего домена. Нажимаем F7. Это создание папки white. И копируем данные файлы в папку white. Пока они копируются, давайте здесь пропишем наш white. white.index.html. Сохраним. Файлы распаковались. Перейдем сюда. И давайте откроем. Как мы видим, здесь открылся наш white. Есть некоторые проблемы с отображением. Откроем консоль F12. Переходим в вкладку network. И видим здесь довольно много всяких ошибок. Давайте откроем. Как мы видим, файла по указанному пути нет. Но почему так? Потому что у нас white лежит в папке white. Поэтому если сюда дописать white, то файл успешно открывается. Поэтому давайте вернемся в файловый менеджер. White.index. Откроем. И здесь заменим assets на white assets. Заменить все. Сохраняем. Файл обновился. Давайте очистим здесь и обновим страничку. Как мы видим, white уже выглядит значительно лучше. Посмотрим, есть ли ошибки. Да, есть одна ошибка. Давайте посмотрим, почему. Ну, как мы видим, здесь white и white продублировался, потому что папка assets тоже дублируется. Давайте найдем этот файл в нашем коде. Вот он он. И white просто уберем. Сохраняем. Видим, что файл обновился. И обновляем страничку. Очищаем консоль. Обновляем. Ошибок, как мы видим, больше нет. White отлично открывается. Здесь можно его закрывать. И здесь давайте выставим наше гео. Файлик сохранился. Обновляем страничку. Как мы видим, у нас отправила она в оффер. То есть мы все настроили. У нас есть файл на шклаки. Есть папка white, в котором лежит локальный white. Также вы можете ровно также настроить все для offer page. На этом, в общем-то, и все. То есть все довольно просто. Целиком выглядит следующим образом. Покупаете домен, привязываете его к вести, прописывая IP-адрес в качестве а-записи вашего сервера, устанавливаете весту. И после этого заливаете необходимые файлы, используя либо SSH, либо WinSCP. Тут уже как вам больше нравится. На этом урок закончен. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Продолжение следует...